Всем привет! Сегодня я готовлю постный томатный соус. Для этого соуса мне понадобятся помидоры. Свежих помидор у меня нет, но есть вот такие протертые помидорчики. Я их буду использовать. Кроме этого, мне понадобится лук, чеснок и зелень. В этот соус обязательно идет орегано и обязательно идет базилик. У меня обе эти специи сушеные. Кроме этих сухих специй я положу свежий укроп и петрушку, выдавлю немножечко лимонного сока и положу зубчик чеснока. У меня острый перец, его здесь слишком много, столько я, конечно, класть не буду, положу по вкусу. Лук я буду жарить на оливковом масле, поскольку соус итальянский, они все жарят на оливковом масле. Это масло у меня специальное для готовки. Я вам уже где-то говорила в каком-то видео, но если кто-то не видел, скажу, что это не салатное масло. Ну вот, вы видите все основные ингредиенты у меня на столе. Кроме этого, хочу вам сказать, что этот соус можно разнообразить. Я вам дам базовый рецепт, напишу его под видео, но его можно сделать как постным, так и не постным. То есть, если вы будете жарить на сливочном масле или на топленом, добавите сливки в этот соус, то он, конечно, не будет уже постным. Кроме вот этих основных ингредиентов, я добавлю порезанные грибы, шампиньоны и у меня будет томатный грибной соус, но постный. Итак, начнем с лука. Лук я мелко порежу и обжарю. Сюда же я продавлю чеснок и все это хорошенечко обжарю. Лук у нас почти готов, я положу сюда грибы. И все это прожарю вместе. Буквально пару минут. Итак, грибы обжарились. Я залью нашу хмель с томатной пастой. То есть, томатным соусом, конечно. Убавлю огонь. Хорошо все помешаю. И теперь добавлю специи. Чайную ложечку орегано, чайную ложечку базилика. Палочки удалю. Добавлю пол чайной ложечки черного перца и немного посолю. Соли я всегда добавляю чуть меньше, потому что соус будет тушиться. Потом я его попробую. Перед тем, как подавать, я его еще попробую и посолю позже. Все это перемешиваем. Теперь я дам соусу потушиться примерно минут 10. И пока тушится соус, я порежу зелень. Тут у меня много паночек от зелени. Я их сейчас порежу. И сейчас я их добавлю в соус, чтобы они потушились чуть дольше. А эту зелень мы добавим прямо перед окончанием тушения. Острого перца добавлю совсем чуть-чуть. Потом попробую и добавлю по вкусу. Итак, соус готов. Я его сейчас попробую на соль. Чуть-чуть еще подсолю. И теперь добавлю сюда свежую зелень. Немножечко оставлю для украшения. Перчик тоже брошу. Вот и все. Соус готов. Я ему просто дам сейчас закипеть под крышкой и можно подавать. Чуть не забыла добавить лимонный сок. Как только соус закипит, выдавите туда немножечко лимонного сока. Я отрезала дольку лимона примерно 1 сантиметр толщиной. И вот так туда ее выдавлю. Ну вот теперь точно все. Ну вот наш постный томатный соус с грибами готов. Отлично подходит к макаронам. Пахнет сумасшедшим. Всем приятного аппетита!